Даник Донни Даб Даник Донни Даник 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 И в нем, собственно, пахнет пиздец. Да, то есть прям кашмиром несет нормально. Кашмиром несет, но кашмир-шоколад, я думаю, это вообще какое-то, блядь, ебанутство. Ну ладно, чашечка у нас греется, мы ее сейчас еще немного прогреем под колпаком. И, думаю, начнем взрывать. Ты что-нибудь знаешь про этот табак? Ну, слышал, но не так много, как нужно. Как хотелось бы, точнее. Как хотелось бы. Также у нас здесь есть кашмир-черри, да, вроде бы, а фоксбери... Фоксбери. Это не черри. Это типа клюквы. Типа клюквы, либо уже вишня, ну фиг поймет. А, ну это не вишня и не клюква. Хотя клюква немного отдает, ну хуй с ним, короче. Погнали взрывать наш кашмировый шоколад и посмотрим, что он, собственно, отдает. Я его не курил, Даник его тоже не курил. Он у меня лежит дома с Джон Кальяно Феста, и я решил снять именно про него в Алма-Ате выпуск с Даником. И поэтому, собственно, захватил его с собой. А, давай-ка, сейчас чуть-чуть. Да, сбрось. Но дело не в перегреве, дело в самом табаке. Я думаю, сюда шоколад явно не подходит. Кашмировый шоколад, это подпакивает реально вот с мочениной такой конкретной. Нет, вкус не очень. Попробуй, скажи, как есть. Я говорю, что вкус крайне неудачный. Ну, скажу сразу, что я не особо любитель кашмира. И... Ну, сейчас попробуем. Тебе понравилось? Ну, он курица не так ядовито, как Кашмир, к примеру, от того же Танжа. Ну, мне нравится. Тебе нравится? Ты ставишь за что-то там вкусно. По крепкости он тебе как? По крепкости... К примеру, как недогретый Танж. А мне вот... Если по... По десятибалльной шкале посчитать, примерно, ну... Пятерочка, шестерочка. А мне вон дико соломой отдает смесь кашмира и шоколада отдает прямо именно жареной соломой. Ну, а вам курица приятно? Нет, да. Как продукт он нормальный. Да. Потому что здесь кашмировая линейка, и она, знаешь, вообще весь кашмир, он на любителя. Ну, по сути, да. Да, но я ставлю большую надежду на кашмир питч, на кашмировый персик, и я вот прям думаю, он будет топ. Потому что, по крайней мере, я не курил, но слышал, что это гораздо вкуснее, чем кашмир питч от Танжа. Ну, слышал. Слышал. Ну, я ставлю плюсик, БДСМ, шоколад. А я минус ставлю. Мне не нравится. Давай сразу вторую. Перекинем на нее эти четыре угля. Давай. Как раз угли еще большие перекидываем. Я думаю, за пару тяг вряд ли кальян смог пропитаться чем-то, и тем более везде у нас кашмир, а лишь только дополнительный вкус, который будет какую-то роль играть. И вот сейчас у нас идет кашмир персик, и посмотрим, как он, собственно, поведет себя. Я вообще заметил, что такую маленькую вещь, и мне от этой вещи немного печально. Это не связано с табаком Квиста, а связано вообще с Алматой. Когда-то Алмата, она догоняла Москву. То есть она даже в какой-то степени ее перегнала, но сейчас, спустя полтора года, я понимаю, что за эти полтора года Москва оторвалась просто на недосекаемую дальность от Алматы. И о чем говорили? Здесь, скорее всего, это связано с ценами, с курсом и всем остальным. Потому что для людей здесь покупать Дарксайд заведение, это дико дорого. Я был вчера во многих заведениях, и почти нигде нет Дарксайда. Ребята говорят, очень дорого. Сейчас Щербетли, а далее... Щербетли, а далее, фумари... И Танж, скребя зубы, потому что его курят. Да. Танж хоть и немного тоже больновато бьет по карману, но... Ну, это Танж. Танж, да. То есть его большая часть курят. Да. Вот это да. За счет того, что на улице сейчас, блядь, 30 градусов, это греется просто моментально просто. Да, очень, моментально. Можно один весь выпуск на одних углях просто провести. Да. Мне понравилось. Попробуй. То ли мне кажется, то ли нет. Вкус очень насыщенный, именно персик. Но в персике прям какой-то, прям, есть немного химии. Ну, я чувствую какое-то сжение в горле. Вот, да, неприятно. И это не перегрев. Это аромка так легла. Ну, тут кашмир чуть больше ощущается, чем сам персик. Персик чисто... Послевкусие от персика остается. Да, вот, персиковое послевкусие. Это Алмата, детка. Ну, довольно-таки неплохо. Да, персик хороший. Я вообще немного еще пропухчу. Да, вот это есть неприятная, как будто сильно концентрированная аромка, до конца не выветренная. Я не знаю, может, его нужно было акклиматизировать, как бы, ну, мне поебать. Ну, и как далее, я вот, ты от самых распечатал. Да. Ну, на всякий случай, если вы решитесь купить этот табак, на всякий случай лучше акклиматизируйте. Да, пускай постоит. Потому что в нем аромка бьет немного, прям, именно на горло. И ощущается немного химии. Давай, перекидывай. И посмотрим, что у нас этот за вкус, честно, Фоксбори. Типа, лисья ягода. Да. Лисья ягода. Так, сейчас я короночку сделаю, через очки глаза почешу. Ха-ха-ха. Так, и посмотрим, проду его хорошо. Посмотрим, что у нас в лисе и ягоде такого интересного. Я не знаю, что это, давай пускай немного постоит, погреется. Буквально минутку, даже меньше. Как вообще сам табак? Ну, мне понравилось все. В плане забивки, табак немного прилипает к рукам. То есть, так же, как и Танж сам. По сути, забивается очень легко. Когда я смотрел обзоры Густова, у него там, да, он прям такой весь. У него не в таких баночках, да, он был? Да, то есть, у него они были в обычных таких пакетиках. Ну, это вот первая ревизия, когда Квиз был реальным ручником. Обычным, то есть, ручником, который делали в Кирове. И чуваки не парились. Но им, походу, может, у них пошло все, и им пришлось уже больше вкладывать именно в маркетинговую часть. Это внешний вид, то есть, и все остальное. И еще они полностью поменяли весь состав табака, всю структуру егошнюю и текстуру, да. И, собственно, на выходе мы получили вот это. У меня вот сейчас здесь, у нас кашмировая линейка. Есть куча других вкусов, в том числе бекон, шмекон и все остальное. Но мы снимаем именно про кашмировую линейку. Сам кашмир интересен, он раскрывается хорошо. Но вот вкусы, они как-то, не знаю, как это объяснить. Ну, я сразу скажу то, что кашмир, он реально на любителя в основном. А я его не трогал руками, ты его трогал. А как вот он по консистенции? Сильно влажный, сильно сухой, либо оптимальный? Ну, я вот забил все эти три вкуса. Но он не особо сильно влажный. Ну, и не такой сухой, как, прям, знаете, бывают такие табаки, которые вот, ты раскрываешь саму пачку, а он весь сухой. К примеру, бывает, когда ты нахло открываешь, да, она бывает вся такая сухая. А так, в принципе, она не такая мокрая, как Дарксайд, к примеру, то же самое, где там, блин, просто дохуища этого сока, или то же самое фумари, к примеру. У него сока в меру. Забивается очень легко. Кстати, третий вкус, во всех трех вкусах есть, по моему личному мнению, вкус соломы такой, знаешь, табачный. Это, скорее всего, от табачного листа, который используют как сырье. Возможно, от этого вкус. Вкус, вот в этом вкусе нет ни кашмира, по моему мнению, я его слабо ощущаю, и не ощущаю вот этих ягод вообще. Я сейчас еще раз сделаю пару тяг и посмотрю, поменяется ли что-то, или не поменяется. По сути, я первый раз с этим табаком встретился, и я хотел бы тебя спросить, они какой табачного основу они берут, и на какой табачный лист? Вроде написано, вроде здесь то ли бленд, то ли просто Вирджиния какая-нибудь, с какого-то сорта непонятного. Может, здесь Бёрли. И вот, честно, я не узнавал. Скорее всего, здесь Бёрли. Да. Вот такая вот там колбаска, и она... Если бы она была бы без вот этой тары, было бы дико неудобно с ней работать. То же самое, что Игуана упаковывают вот такие штучки в кордонную коробку, это пиздец. Просто ад, с ним работать невозможно. Как? Слабо, да, всё ощущается? То есть, в плане крепкости он остаётся также на пятёрку-шестёрочку. Ну, стабильная нормальная крепкость такая, средняя. Заметил именно в этом вкусе, что немного ощущаются нотки какой-то ягоды. В послевкусии. И на два первого затяга идут немного так более приятнее. Третья, четвёртая уже как в персике, немного сжёт горло. Чуть-чуть. Мне нравится. Я тебе тоже ощущаю ягоду, но кашмир пропал. Да. Кашмир в этом вкусе полностью исчез. Как бы это три вкуса. Табака Квист, это Донни Даб, это Дава Дым. И, собственно, какую-то ему оценку поставишь по десятибалльной шкале, именно как профпригодный. Для рынка, то есть как для нового табака, именно российского производства, очень даже неплохо. Я бы поставил оценочку где-то семёрочку. Адекватно. Поэтому это Табак Квист, город Киров. Мы снимаем это в Каляная Хукатай, Малмата. Пиши комментарий, если ты его уже курил, пробовал. Понравился он тебе, не понравился. Подписывайся на канал и, конечно же, ставь лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok